ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ВЕЛИКОМ ПОСТЕ ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОКОЯННОГО КАНОНА Андрея Критского Вот, батюшка, расскажите о формировании этого канона. Может быть, есть какая-то история его написания. Потому что всегда возникает интерес, например, когда ты открываешь молитва слов, как эти молитвы писались. Ну, то есть, сложно себе представить специально, что садится человек, и да, и думает, напишу молитву. Скорее всего, это есть некий такой сердечный плач. Вот как сформировался этот канон, которым мы первую неделю особо слезно молились и каялись в храмах? Это очень интересный вопрос. Я думаю, что, может быть, не смогу на него ответить абсолютно полно по той причине, что, может быть, у нас нет даже на данный момент таких источников, которые бы нам раскрывали в мельчайших подробностях формирования этого канона. Но всегда, когда мы открываем молитвослов, нас интересуется не только, как складывалась та или иная молитва, а в тех нечастых случаях, кстати, мы не всегда знаем, кто написал ту или иную молитву, но когда знаем, нам всегда безумно интересно, кто же этот человек и кто автор. И потому что мы понимаем, что самые высокие образцы молитвы или гимнографии, песнопения, это понятно, что все это от Бога, это некое вдохновение. Но человеческий фактор, то, как человек преломляет то, что ему дано от Бога, талант этот, дар, вот эти откровения какие-то, ну это каждое песнопение, каждый текст, каждая молитва, каждый гимн, он уникален и индивидуален. И здесь, конечно, возникает вопрос личности Андрея Критского, уникальный человек, который и жил вот тоже в интересную эпоху, ну в истории церкви не было совсем неинтересных, или эпох, которые не насыщены событиями. Те или иные события, положительные, отрицательные, и ереси, борьба с ними, все это было. Как раз вот его время в том числе, это конец 7-го, начало 8-го века. Человек, который прошел очень различные послушания, то есть он жизнь церковную и вообще жизнь видел во всех проявлениях, занимал разные должности, знал очень многие вещи не понаслышке, от простого монаха в Иерусалимском монастыре, то есть он из палестинских монахов, из Лавросова, священного выходец. Потом он занимал определенные должности в Константинополе, при Великой Церкви, при Софии. В частности, он был руководителем орфанотрофии, был орфанотрофом. Такое сложно выговариваемое греческое слово. Орфанотроф – это дословно тот, кто заботится о сиротах. То есть орфанотрофия – это приют. То есть Византия отличалась тем, что у нее была разветвленная система социальных учреждений. То есть когда на Русь пришло христианство, оно с собой принесло, помимо всего прочего, еще и традицию. Очень разные были в Византии и для престарелых, и для инвалидов, и для орфаносов – это сирота. То есть он имел такой очень большой опыт социального служения. Он видел жизнь разную, тяжелую и сиротскую долю, все остальное. И потом он, собственно говоря, как говорит его официальное наименование, заканчивая жизнь на Крите епископом. То есть уже таким высоким должностным церковным лицом. И вот этот опыт бесценный, скорее, может быть, даже не епископ, а именно монашеский. То есть просто лавра, из которой он вышел, и опыт иерусалимского монашества, который он воспринял. А, собственно говоря, его самолитвенники чуть более позднего поколения – это Андамаскин, это Косьма Майюмский. То есть это вся гимнографическая школа иерусалимская. То есть там такие традиции были, которые заложены еще в Савве, о священном, в VI веке еще. То есть, конечно, он там не мог не вобрать всего этого. Потом, собственно говоря, он вбирает в себя духовные, скажем так сказать, традиции и какие-то опыты не только Иерусалима. Вот его пребывание в столице, там тоже своя школа гимнографии складывается на тот момент уже. То есть это два таких главных, главнейших в то время литургических центра Терусалима и Константинополя. Он и там, и там, и потом, собственно, накрытие. Вот. Что из себя представляет великий канон? Это, ну, великий он, значит, и по духовному значению, по своей значимости, и по, в общем-то, размеру. То есть он достаточно канон девятипесненный, как многие другие каноны, которые мы видим. Но что есть, это жанр такой, да? То есть он, кстати, один из основополагающих, так сказать, творцов этого жанра. Не он один, но вот, так сказать, такие классические образцовые каноны, в том числе это Андрей Криско. Он написал, помимо этого, он вспомнил много других канонов. То есть он был плодотворный гимнотворец. То есть его великий канон, это не его единственное произведение. На все праздники, тут много очень его канонов. Не все дошли, вот, некоторые дошли, но не используются сейчас. Есть каноны Андрея Криско на какие-то праздники, которые есть в рукописах. Но сейчас в настоящем богослужении были просто вытеснены другими авторитетными людьми. Иоанном Дамаскиным, его произведениями. На жертву Богородица есть канон Андрея Криско, который не поет сейчас в церквях. Вот. И... Но этот канон действительно уникален. То есть этот канон, он разворачивает перед нами... Вот почему он читается, да, всю первую неделю Великого Поста. Перед нами проходит вся история человечества. Через те образцы, которые даны в Священном Писании. Весь Ветхий Завет и Новый Завет и многие, да, так сказать, сюжеты. И через них это не просто пересказ. То есть не вот там в каждой песне последовательно просто нам пересказывается Библия. Нет, это попытка через призму, вот, так сказать, таких образцов нравственных, в прочее, да, положительных, отрицательных. Потому что в Библии эта книга очень правдивая, в ней немало отрицательных примеров, которые говорят, что вот, надо сказать, что может быть с человеком, а какой глубинный падение может быть человек, который, в общем-то, например, как Иуда, который даже был близок к Богу, да, и многие другие. Вот. То есть этих... И вот на этих примерах, на этих библейских, практически исключительно библейских, это очень... Это очень библейский канон, по нему можно изучать Священное Писание, наверное, даже, можно так сказать. А с другой стороны, его и читать-то надо, и молиться, используя этот канон, нужно уже с какой-то подготовкой. То есть сейчас много ведется разговоров о переводе благослужения на русский язык, вот в связи с этим часто вспоминают именно канон Андрея Крисского. Его можно перевести на какой угодно язык, но если ты не знаешь, для тебя непонятны эти имена и сюжеты, ты их можешь читать на русском, на каком угодно, ты не поймешь, о чем это. Ты не знаешь, кто такой Илья Фисвитинен, ты не знаешь, кто такой Геезий, тебе непонятно, о чем это, что на славянском, что на русском. Это канон, который все-таки нужно читать, знаете, вдумчиво, медленно, может быть, даже в течение года перечитывать. И готовясь к посту, его надо начинать читать еще, готовиться и дома. То есть не только в храм пришел, его хорошо бы еще и дома перечитать. На русском, например, на славянском в храме на русском пришел дома, потому что в него надо вникать. Параллельно с ним нужно все-таки как-то вникать больше в Священное Писание и освоить библейскую историю. Потому что эти примеры, они уникальны, они глубочайшие, они зачастую трогательнейшие. Но если мы не знаем Писание, то они нам ничего не скажут. А вот о том, откуда такая глубина покаяния в этом каноне, вот такое ощущение, причем ощущение собственной личной греховности у человека, который... Вот если мы читаем «Житие Андрея Крисского», меня всегда поражало одно. Читая «Житие Андрея Крисского», непонятно, то есть он причем в монастырь-то попал, чуть ли не в отроческом возрасте, в 14, сколько-то я сейчас боюсь точную цифру извратить, но он очень рано, и вся его жизнь там. То есть каких-то грехов таких тяжких, чтобы он... Ну вот, однако же, как говорит его «Житие» при более подробном изучении, был, наверное, такой опыт, когда он, через который он мог вот так глубоко говорить о себе в одном из топорей этого канона, он повторяет слова Павла, что вот «я грешнейший из всех», то есть грешники, от них же первые есть ас. И когда к нему стоит вопрос, а не лицемерие ли это, не излишнее ли это такое, знаете, вот, как иногда считают, это такое самоуничижение, такое неискреннее. Ну, во-первых, и у Павла оно есть, и про Павла мы не можем сказать, что он, да, так сказать, грешник, да, какой-то. Но Павел о себе говорит, апостол Павел, да, то есть он о себе говорит «я грешнейший из всех». Вот, то есть здесь, наверное, это настолько глубокое осознание, которое, может быть, дается только вот в опыте очень такого духовного подвига, очень интенсивного, потому что в какой-то момент человек понимает, что он может так сказать, не потому что он объективно совершил больше грехов, количественно или более гнусных, чем кто-то другой. Всегда это смотря с кем себя сравнивать, всегда можно найти, то есть если сравнивать себя, да, как начинают, там, с Чихотила и еще с кем-нибудь, да, там, естественно, ты будешь белый и пушистый. Вот. То есть вот это откуда, что у Павла, что у Андрея Крискова? Дело в том, что настоящий христианин себя вообще ни с кем не сравнивает. Вот для христианина есть он и есть Бог. Вот если себя поставить рядом с Богом и за скопьем вынести все остальное человечество, то неужели каждый из нас не может о себе сказать, что я перед Богом самый грешный? Ну, если только я, есть только я и Бог, то да, я грешнейший. То есть я себя, то есть смотря какой меркой себя мерить, меряешь себя меркой Христа, меркой Евангелия, ты понимаешь, что совершенно неважно, есть ли в объективном смысле кто-то хуже тебя. То есть просто ты осознаешь себя как величайшего грешника. Но опыт этот можно получить, наверное, только вот, ну, после какого-то очень вдумчивого, глубокого, и, я так думаю, достаточно длительного послушания в монашеской жизни. И вообще такого, не обязательно монашеского, а именно такого духовного делания. К этой мысли человек приходит, как Павел, как Андрей Крисовский, понимая, что все остальное не важно. Есть Бог, есть я, и перед Богом я величайший грешник. То есть весь опыт жизни Андрея показывает, что, несмотря на внешнюю объективную праведность, то есть мы себя сравниваем с ним, нам все понятно. Он праведник, мы грешники. А он себя сравнивает только с Богом, и для него тоже все было понятно. Это очень интересно. А канон этот читается ведь не только на первой неделе, впоследствии на четвертой неделе он вычитывается полностью, и там особое, тоже очень трогательное богослужение, богослужение, которое называется «Состояние Марии Египетской». Вот уж коли мы поговорили о объективно праведном человеке, то есть смысл поговорить до определенного момента, по крайней мере, объективно грешном человеке. Вот Мария Египетская, почему, скажем, у нас же есть огромное количество еще и других грешников, святых, там тот же Моисей Мурин, да, то есть мы можем вспомнить, кто был бывшим разбойником и стал первым в Царстве Божьем. Вот почему Мария Египетская такая, такое место отводится в богослужении? Ей уделяется особое воскресение, ей уделяется особое богослужение. Вот как на ваш взгляд, почему, это может быть не связано исторически, просто может быть в качестве вашего рассуждения, почему именно ее вдруг мы ставим и читаем ее житие, что тоже достаточно уникально? Ну, во-первых, здесь, кстати, здесь есть и историческая связь, потому что то место, где это происходило, собственно, Палестина, Зайордания, пустыня, в которой подвязалась Мария Египетская, уже в свою вторую половину жизни, весть о ней распространялась и известна, она была, и житие ее стало известно, вот благодаря старцу Зосиме, все-таки в палестинских монастырях, в которых главным была как раз слава Расава Священного, где как раз, то есть на момент даже написания канона Андрея Крисского, то есть формирование всей основной византийской, допустим, гимнографии, вот Расалимского такого типа, это был уже известный сюжет, кстати, вот для Палестин. И поэтому, а наш устав, вообще, в принципе, о формировании нашего устава, всего, богослужебного имею в виду, он-то все-таки называется Иерусалимским, и у него корни все-таки вот как раз в Саваитском уставе, в уставе Сава Священного. Пусть не все, у нас что-то есть из Константинополя, он такой синтетический, но все-таки очень сильные корни, очень сильные такие вот глубинные связи у нас именно с Палестиной, с палестинским монашеством, с палестинским богослужением. А, собственно говоря, даже текстуальная традиция, это жития Марии Египетской, она оттуда. То есть, поэтому ее житие, оно было связано в том числе и с формированием, так сказать, богослужебных традиций Великого Поста. Это раз, но, естественно, на это все наложилось то, что это беспримерное, конечно, такое, сложно поискать. Да, конечно, у нас есть и другие грешники, но, во-первых, мы не про всех знаем подробности жития, а это очень интересно, это очень назидательно. Мы про некоторых можем только сказать, что он был там полжизни разбойником, полжизни потом, так сказать, провел в покаянии, но не от всех есть такая литературная, знаете, более развернутая традиция. И церковь для назидания использует этот, кстати, немаленький текст, жития читается в два приема, поэтому служба достаточно длинная. Помимо того, что там читается весь канон Андрея Крискова, целиком, до этого на четыре части делили, поэтому... На четыре дня. Да, на четыре дня и на четыре части, да. Поэтому можно сказать, что стояние Марии Египетской, если там вот все, так сказать, совершать, ничего не пропускать, это, наверное, самая длинная служба в году. Ну, одна из самых длинных. И помимо канона Андрея Крискова, в котором там 700 с лишним тропарей, то есть части таких текстов, еще читается на две части разделенное житие Марии Египетской. То есть оно тоже достаточно внушительно и обладает рядом таких подробностей, которых нету, может быть, в житиях мало кого мы встретим. Поэтому, конечно, она и в силу своего происхождения, исторического, и в силу содержания, назидательности, конечно, это все рода такой эталонный, где все очень подробно и глубоко прописано, все этапы покаяния, все, так сказать, какая-то борьба, то, как она сама описывает свой опыт. То есть не всегда услышишь это из первых уст, а старцу за всеми это было сказано, то есть она вот ему поведала сама. То есть это уникальность, наверное, еще и жанра, это же автобиография на самом деле, в каком-то смысле. То есть у нас авто... ну, у нас есть исповедь Августина, тоже уникальная вещь, когда человек сам описывает блажение Августина. И таких вещей очень-очень мало. Поэтому я думаю, что церковь просто с очень большой бережностью, как же Мчужину хранила этот текст, и, конечно, его самым таким логичным местом его, так сказать, озвучивания, общецерковного, богослового, литургического, конечно, это великий посоль. Ну вот в связи с этим вопрос, который очень часто звучит, ну, от людей, которые хотят переступить церковный порог, ну, мнутся, так скажем, да, еще на нем, что-то их смущает. И вот в частности, не знаю, как вам, ну, мне достаточно часто приходится слышать вопрос. Вопрос, который, в принципе, говорит о том, что человек не может себя соотнести с опытом святости. Ну, то бишь, ему ставят в пример Марию Египетскую, житие, которое прочитывается, житие, которое крайне чудесно, то есть там чудес очень много, и то, что человек совершенно необразованный, цитирует Священное Писание, и то, что умирает он, и там, да, приходит лев для того, чтобы погребсти ее. С одной стороны, у людей складывается впечатление, что это все нереально, а с другой стороны, человек испытывает вот некий страх, что я так не могу, или что вот я, например, так каяться, как Андрей Критский, с такой же глубиной, ну, не получается. У меня зачастую просто пришел на испыть, что-то там перечислил, вот, и то прочитано где-то в книге, галочкой отмеченной. Вот с практической точки зрения, как преодолеть вот этот страх, и как все-таки не испугаться, вот в этом смысле слова, примеров святых людей, как ими вдохновиться, и как их не испугаться? Ну, я думаю, что, чтобы не разочаровываться, да, не надо очаровываться, не надо читать их все-таки вдумчиво, и первое, что впечатляет, это чудеса, но на самом деле это же далеко не главное, и далеко не следствие, тем более, что если мы говорим честно и откровенно, то есть, причем это не касается, наверное, жития Марии Египетской, она очень древняя, аутентичная, да, все-таки там отдельная история, но если, допустим, взять позднее жития, где чудес еще больше, и они не всегда могут быть так оправданы, то есть это может быть действительно частью какой-то вот литературной доработки, когда хотелось приукрасить. И, то есть, ну, достаточно почитать Ключевского о русских житиях и вообще другие исследования, такие, так сказать, академические. Вот, и мы не говорим, что это, вот, что все абсолютно, что есть в житиях, это не догмат как раз. В житиях может быть и литературная традиция, и какие-то фольклорные вещи и так далее. То есть, если в житии сказано, что у мученика Христофора была голова собаки, да, там, так сказать, в прямом смысле, в абсолютном, все это говорит о том, что те географические, античные представления, что там же племя письеглавцев, да, которое идет еще там от Плутаха и так далее, просто говорит о том, что люди так себе представляют тогда географию антиподов, письеглавцев, всякие прочие гипербореи и так далее. То есть, и очень многие другие, однако же, этот родитель на иконах его пишут с головой собаки. Кто видел роспись, мученик Христофор, часто пишется, так сказать, с толщем человека из головы и так далее. И это тоже очень, вопросов очень много удивляет. То есть, мне присылают такие даже фотографии, фрески там где-то, скажем, в монастыря, люди были на Крите, туристы ходили, паломники, и присылают, ну, мои знакомые, присылают, что это там, куча восклицательных знаков там в полный рост, значит, и вот с головой собаки. Вот, то есть, поэтому это не самое главное. Мы все-таки должны понимать, что мы там смотрим на человека, на его подвиг, на его искренность, его вот твердость в следовании Христу. Все остальное, даже если они и есть чудеса, да, их тоже никто не отрицает из верующих людей, это же, так сказать, не причина, а следствие, скорее, да, все это проявление. Это то, как Господь иногда отмечает человека, да, так сказать, чтобы вот укрепить веру в остальных. То есть, христианские чудеса, они всегда не бессмысленные, они несут, да, как это, некие, вот, подтверждения, укрепления какие-то, да. Но не это главное. Когда мы это вычитываем, конечно, когда мы, так сказать, на это акцентируем, на этом акцентируем свое внимание, нас может пугать, может как-то что-то еще. Это так было, знаете, вот есть такие опыты и переживания людей, которым довело жить в гонении 30-х, 40-х годов, 20-30-х, да, и иногда встречается такой мотив, такой, ну, не разочарование, а люди были верующие, церковные, воспитанные в 19-м веке, воспитанные целиком на этих житиях, и иногда вот абсолютно доверяя каждому в них слово, они считали, что сейчас их поведут на мучения большевики, и они не будут испытывать боли, как Диакон Лаврентий Римский, который, когда его поджарили на железной, так сказать, решетке, он своим учителям сказал, переверните меня, а с этой стороны, кажется, приготовился уже. То есть такое своеобразное чувство юмора. То есть, и, а потом оказалось, что расстрелы – это больно, пытки – это больно, все это, то есть, и вот кто-то, может быть, где-то отчасти, да, увидел какое-то несоответствие. Он считал, что вот так, раз я за Христа, за веру, я искренне буду на страдания, что вот обязательно не должен, так сказать, на самом деле, эти вещи, которые написаны нам в укреплении. Это не значит, что мученики, они действительно, сказать, вообще все было для них без болезни, значит, не мучение. Все это было, то, что они испытывали, нам сложно вообще себе даже представить. Да, в некоторых случаях мы видим, что Господь такую силу давал, что они, может быть, даже, чтобы не было такого ехидца и поругания со стороны мучителя, что вот мы добили своего, что, вот сказать, и так далее. Но это далеко не всегда. Ведь большинство как раз вот актов мученических, они достаточно сухи, простые, там сказано, судили, пытали, не отказался, казнили. То есть, вот, чем древнее, тем они сушили и лаконичнее. То есть, как наши приговоры тройки. Вот эти римские акты мучеников привели, на него донесли, что он христианин, он не отказался, да, его пытались принудить, уговоры не помогло, потом пытали, потом еще что-то, потом, так сказать, разочаровались и велели его просто, так сказать, усечь, если римский гражданин, или еще как-то. То есть, и далеко не во всех есть какие-то чудесные подробности, на самом деле. То есть, если смотреть, чем аутентичнее, так сказать, житие, тем, может быть, там, так сказать, меньше, вот, а больше неприкрытой и сухой, так сказать, правдой. Поэтому нужно смотреть именно на то, как преображает людей, на самом деле, вера. То есть, это не всегда отсутствие боли, это не всегда какие-то подвиги, это такая внутренняя сила, она духовная, что, да, человек, вот, он может в покаянии жить в пустыне потом, да, и так далее. Не все так могут, это не значит, что Господь на всех мере тоже одной меркой, это не значит, что единственный путь покаяния – это жить 20 лет в пустыне или 30 лет, нет. Это значит, что можно здесь, сейчас, у нас, у нас в духовном смысле тоже какая-то пустыня, и вот здесь вокруг себя нести любовь, и здесь научиться при абсолютном, тотальном главенстве цинизма, на самом деле, к сожалению, в современном обществе, здесь, в этой циничной пустыне, создать оазис любви и милосердия, это может быть лучше, чем уходить в реальную пустыню, где там песок, колючки и прочее. То есть, как бы, а это можно сделать здесь, для этого не требуется, так сказать, вот, истязать себя или заниматься самобичеванием, там, до мяса, до гостей и так далее. То есть, есть другие, потому что Господу, в первую очередь, нужно от нас сердце, неизможденное плоть, хотя иногда это, то есть, это тоже ведь не самоцель. Мы смотрим на подвиги, да, каких-то преподобных подвижников, да, они очень свое плод держали в очень серьезном узде, но ведь они не считали, что это цель. То есть, они через это, как бы, очищали сердце, да, то есть, если, как бы, вот, через это воздержание, главный принцип – это воздержание. Как он может быть реализован, вообще, христианин к своему подвигу, он должен подходить творчески, так сказать, да, и в посте, вот, кто-то, опять возвращаясь к посту, кто-то не может строго поститься, говорит, вот, это не для меня, я не могу поститься. То есть, мало кто может поститься вообще так, как это написано в монастырских уставах. Там, извините, у нас вообще, мы по, там написано, один раз в день можно покушать, вечером овощи и хлеб, да, там, то есть, вот, кто так может поститься? Я весь пост не могу, я могу сказать честно. Первый седьминец еще как-то там, без масла все получается, а потом, знаете, вот, очень по-разному. Человек может и в другом, так сказать, найти себе место для приложения своих сил и, главное, желаний. Спасибо, отец Максим, за ваши ответы. И, таким образом, дорогие братья и сестры, мы сегодня попытались проиллюстрировать главное. Вот это вот первая часть Великого Поста, Четыридесятница, пост нашего покаяния, нашего следования ко Господу Богу. Это пост воинствующей церкви. Напомню, что у нас есть понятие церкви торжествующей, и есть понятие церкви воинствующей. Торжествующая – это та, которая на небе, и представлена в лице как раз святых людей. Марии Египетской, Андрея Критского и многих-многих других. Мы здесь на земле еще пока только воюем. И нам с вами как раз прежде всего нужно понять, что воюем-то мы с врагами не сторонними, не с видимыми. Иногда в качестве врага выступаем мы сами, для себя самих. И враг наш внутри нас самих. Вот именно победы над этим врагом я всем вам и желаю Великим Постом. Храни вас всех, Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok